Добрый день, дети. Что ты делаешь? Дэвид, быстрее! О нет! Я плохо переношу стресс. Вот, пожалуйста. Выглядит странно, но окей. Я ухожу отсюда. Чуть не попался. Но у тебя получилось. Простите, я задержалась. Начинаем урок. А? Почему Мил не пишет? Это так смешно. Не понимаю, что происходит. Может, он грязный? Постойте, доска чем-то покрыта. Это что, мыло? Вы меня очень огорчили, дети. Настоящая классика. Все хорошо. Мне просто нужно собраться. Придумала. Можно использовать блокнот. Приклею отрезок скотча по краю. Хорошо, что у меня есть грифельная краска. Нанесу ее по всей поверхности блокнота. А, кстати, это расслабляет. Вот так. Почти готово. Теперь дам ей высохнуть. И можно снять липкую ленту. Осторожно, чтобы не испортить краску. Вот и все. Мне не нужна доска. Ее заменит этот блокнот. Просто напишу задачку на обложке. Здорово получается. Осталось только найти ответ. Ох, что происходит? Итак, класс. Кто хочет это решить? Давай, ты. Ну, ладно. Иди сюда. О, держись. Ну, кто у нас тут самый умный? О, ага. Кажется, я знаю ответ. Ну как? Ох, неверно. Садись. О чем ты думал? Нужно поменьше думать о приколах и побольше об учебе. Надо избавиться от этого. Теперь ты, Мэдисон. Я? О, плохо дело. Нужно только скрепить бумаги и домашняя работа готова. Это даже весело. А? 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 Наверное, заклинило. Упс. Нет. Это может стать проблемой. Вот так. Готово. Можно отдохнуть. Дурацкие скрепки. О, это будет больно. О, нет. Теперь это место преступления. Сиди тут. Окей? Никакой прессы. Идите отсюда. Дэвид. Ла-ла-ла. О, да. Дэвид. Отличная чашечка кофе. Надеюсь, получится. Откуда это взялось? Тут надпись. Сигнал сос. В чем дело? Что это? Ха! Скрепки? Здесь выручат футляр от наушников. Соберу все скрепки. Вот таким образом. Кажется, все собрал. Спасибо. Я серьезно отношусь к уборке. Хорошо. Теперь проверим. Идеально чисто. Как я и думала. Но осталось еще много дел. Нужно доделать классную работу. А, карандаш сломался. К счастью, у меня есть точилка. Носу щекочет. А, а, апчхи! Что такое? Это недопустимо. Я ненарочно, клянусь. Вот, видите? О, ничего себе. О, у меня есть идея. Нужна пустая бутылка. Отлично. Время творить. Сперва снимем крышку с бутылки. Затем сделаем в ней дырку. Теперь перевернем крышку. И нанесем клей по краю отверстия. Вот так. Достаточно. Приклеим точилку к крышке. Когда клей застынет, закрутим пробку на бутылке. Именно то, что мне нужно. Теперь вся стружка останется в бутылке. Больше никакого мусора. Я за тобой слежу. Беспокоиться не о чем. Все попадает в бутылку. Ммм, этот чувак далеко пойдет. Дэвид, у меня твой телефон. Что? Мэдисон, а ну вернись. Мне нужно спрятаться. Вот, кажется, хорошее место. Мэдисон! Где она спряталась? За дверью номер один или номер два? Я не знаю. Вы можете мне помочь? Ну же, пожалуйста. Нужно приготовиться к следующему раунду. Думаю, время пришло. Стейси, это для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Ты серьезно? Нет, я не могу. Подарок для меня? Нет, это для Стейси. Правда? Интересно, что это? О, вот это да. Что? Это просто дурацкий единорог. Невозможно понять женщин. Ах, это от моего парня. Он лучший. Я буду дорожить этим вечно. Кстати, это идея для следующего раунда. Единорог. Ты шутишь? Ладно, приступим. Нет, так дело не пойдет. Такой мягкий. О, здесь есть что-то еще. Это конфеты? Запах точно похожий. Ммм, вкуснота. А? Что такое? Минутку. Я придумала. Начинаем рисовать. Нарисуем контуры единорога на листе бумаги в клеточку. А теперь обведем контур. Поверьте, будет здорово. Дальше нужно добавить детали. Это будет грива. Закрасим по контуру, чтобы рисунок выделялся. Добавим единорогу цвета. Получится так красиво. Важно не заходить за линии. Сделаем урок разноцветным. Последние штрихи. И готово. Лили, я закончила. Время почти вышло. Что? Но как? Что же мне делать? Придется сдавать это. Прошу. По крайней мере, ты попытался. Отлично, Стэйси. Выглядит чудесно. О твоем лучше промолчать, Мэтью. Стэйси побеждает. Иначе и быть не могло. Да, я знаю. Да? Я так... Ах, сколько одища. Шшш, я стараюсь не отвлекаться. Так интересно. Вот, все записи готовы. Ты такая заучка. Я об этом ничего не понимаю. Кто может ответить? Дженнифер? А, неважно. Венди? О, хорошо. Спасибо. Это мой шанс. Оу, этого я не знала. Стойте. О нет, это катастрофа. Я испачкала тетрадь Венди. Она узнает, что я у нее списывала. Если только я не смогу это скрыть. Перепишу ее работу в заднюю часть тетради. Она никогда не заметит, чем она там опять занята. Уж точно не классной работой. Вот так. Последний штрих. Надо нарисовать дурацкий круг. Эм, надо было быть внимательнее на уроках рисования. Что происходит? Она что, занимается? Обведу ролик скотча. У меня получится идеальный круг. Или нет? На это больно смотреть. Продолжай, Венди. О, придумала. Воспользуюсь монеткой. Аккуратно. Но почему это так сложно? Это же всего лишь круг. Что еще я могу использовать? Хм, может, ножницы? Думаю, это сработает. Стоит попробовать. Положу ножницы на стол. И нанесу клей на одну из ручек. Затем приклею к ней карандаш. Вроде прочно. Теперь я могу нарисовать идеальный круг. Ножницы выполняют роль циркуля. Мне надо просто их покрутить. Получилось. Наконец-то. Спасибо. Молодец, Венди. Дженнифер. И к чему утруждаться? Это было весело. Надеюсь, она не заметит. Стоп. Этого не может быть. О, нет. Она догадалась. На моей странице пыль. Хорошо, что у меня есть циркуль для черчения. Да вы издеваетесь. Но. О, что ж. Я же говорю, что ненавижу. Этот урок. Приветики. Как тебе моя новая куртка? Купила по акции. Скидку 50%. Мне кажется, просто супер. Ага, мило. Я поняла. Зацени-ка лучше мою новую куртку. А что скажешь про мой новый чехол для телефона? Блестки. Это прошлый век. У меня попает. Ну и ладно. У меня еще новая тетрадь. Я украсила ее стикерами. Сердечки, звездочки и даже мороженое на палочке. Что? Моя тетрадь такая скучная и некрасивая. Нет, так дело не пройдет. Должно же быть что-то, что я могу сделать. Хм. У меня есть маркеры. Стоп. Кажется, у меня появился план. У меня есть маркеры и нож. Обрезаем кончик. И делаем еще пару надрезов, чтобы получилось сердечко. У-у-у, смотрите, как миленько. Теперь берем тетрадку. Буду использовать маркер как печать. Не обязательно останавливаться на сердечках. Вот так. Теперь у меня тоже сердечки и звездочки. Видишь, у меня тоже красивая тетрадь без каких-то там стикеров. Ого, поверить не могу, что ты такое сделала. Дети, пора сдавать домашнее задание. Хорошо. Что? Что произошло? О нет, все испорчено. Что же мне делать? Ого, только посмотрите. Идеально. О, хорошо. Мэтью, сдавай домашнюю работу. Да, сэр, уже несу. Что же мне делать? Все хорошо, все в порядке. Я ее просто разглажу. Мэнди, сдавай домашнюю работу. Да, сэр. Ого, может он не заметит? Вот, возьмите. Посмотрим, что с ней произошло. О нет. Вот, забирай свои бумажки. Мне нужна еще салфетка. А? Больше нет. Минуточку. Ага. Это гениальная идея. Мне нужна пустая втулка. А еще ножницы. Я разрежу втулку посередине. А теперь лучшая часть. Декор. Вот так. Футляр для домашней работы готов. Выглядит здорово. Но мне так кажется. Возьмите мою работу, сэр. Как раз вовремя. О, вы посмотрите. Очень симпатично. Спасибо, сэр. Фу. Я тоже люблю наклейки. Вы полюбуйтесь. Идеальная работа. Молодец. Я поставлю пятерку с плюсом. Ура. Спасибо, сэр. Пожалуйста. Смотри, чтобы все твои работы попадали ко мне в таком виде. Здравствуйте, дети. Сегодня мы рисуем солнце. Да, мисс. Скорее бы. Что? О, нет. Я принесла не тот пенал. Ну вот. Тут только фломастер. Хм. Ну, я все равно могу нарисовать круг. Эээ. 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 Турацкий круг. Хе-хе-хе. Думала, у тебя вот так просто получится. Хе-хе-хе. Какая ты глупая. Где мой особый инструмент? Ага. Мой бесценный циркуль и любимый карандаш. Идеальная пара. Хе-хе-хе. Смотри. Видишь? Идеальный круг. Ого. Потрясающе. Можно одолжить. Мою прелесть? Ну нет. Так нечестно. Я тоже хочу ровный круг. Что же мне делать? Если взять это и потом еще это. И совсем немного того. Эврика. Знаю. Рука. Рука может быть вместо циркуля. Гениально. Я положу руку на бумагу и возьму фломастер. Затем я начну поворачивать бумагу. Рука должна быть плотно прижата. Вот так работает. Да. Идеальный круг. Да. И последние штрихи для моего солнышка. Время почти вышло. Еще парочка лени здесь и здесь. Время вышло. Покажите ваши рисунки. Да, мисс. Та-дам. Прямо как у вас, мисс. Готово. Образники хороши, но у нас есть победитель. Молодец, Мэнди. А? Как ты? Ура! Спасибо, мисс. Так есть хочется. Чем бы перекусить? Хм, учительница занята. Это мой шанс. У меня тут на всякий случай всегда припасена еда. А, нашла. Надо действовать быстро. Она будет в ярости, если увидит. Это что, конфеты? Эй. Эм, не обращайте внимания. Вы ничего не видели. Что? Что? Как ты смеешь? Вам меня не остановить. Это отвратительно, Ава. Мне так стыдно. Но я ни капельки не сожалею. Сделаю вид, что ничего не было. Мой голод все еще не утолен. Хорошо, что я спрятала тут чипсы. Мм, должно сработать. Надо их спрятать. О, карандашница сойдет. Веди себя естественно. Обычный день. Мм, как вкусно. То, что нужно. Открой пошире. О, это так мило. Секундочку. Это странно. У меня нет третьей руки. Привет, Ава. Чипсы запрещены. Ты меня слышала? О, еще как. Но про пончики вы ничего не говорили. Что там происходит? О-оу. Отбой, отбой. Я за тобой слежу. Пофиг. Я слишком умна для нее. Ага, попалась. Что? Мама. Как чешется. Хм, тут что-то не так. А она хитрая. Придется принять радикальные меры. Я знала, что этот манекен однажды пригодится. Надо только его прихорошить. Отлично, не оборачивайтесь. Вот что я искала. Мм, думаю, я это заслужила. Это самый аппетитный пончик в мире. Розовая глазурь и посыпка. Произведение искусства. Не смей есть этот пончик. Я предупреждала. Нет. Стойте. Вы лысая. Давай сюда. А, так нечестно. Только не ешьте. Отпусти. Сейчас же, Ава. Вот бы ты прилагала столько же усилий в учебе. Хватит. Все ясно? Пора выставлять оценки. Да ладно. Секундочку. У меня отличная идея. Сначала нарисуем два кружочка. Соединяем их. То же самое делаем сверху. Далее нарисуем волнистую линию по всей длине и на верхней половинке. Доделав карандашный набросок, обведем все ручкой, чтобы линии были четче. Нужно просто обвести наш эскиз, чтобы не ошибиться. Так похоже на настоящий пончик. Сотрем карандаш с помощью ластика. А теперь раскрасим. Закрашиваем область внутри волнистых линий. Это будет глазурь. Ммм, уже слюнки текут. Далее раскрасим сам пончик. Я взяла темно-оранжевый. Посыпку нарисуем с помощью штриха. Слегка проходимся им по глазури. Добавим немного теней. Просто проходимся вокруг краев. То же самое делаем с посыпкой. Так намного реалистичнее. Кажется, готово. Переходим ко второму этапу. Подменим пончик. Теперь ты мой, а рисунок оставим в коробке. А, кто здесь? Я точно что-то слышала. Хм. Что? Что-то не так? Я читаю книгу. Ладно, но я с тебя глаз не свожу. Кто знал, что книжки могут быть полезными? Отличное укрытие для пончика. Скорее, готовьтесь к следующему уроку. Наконец-то все ушли. Я так ждала этого момента. Стоп. В чем дело? Это никакой не пончик. Меня надули. Опа! 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 Продолжение следует... Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой, правда? Так, наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились, как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Эм, это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Хм, как много всего. Надо быть организованнее. Стойте! У меня есть идея. Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи. А внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно. Спасибо. Просто супер. Мне такой сон снился. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может, мне повеселиться? Эй, ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. Надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй. Ну что еще? Смотри. Потрую ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого. Да ты волшебница. Да, я попробую. Хм. Кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак. У меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. Ах, я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу. Класс. Никаких разговоров. Простите. Попалась. Упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу. Видите? Это последнее предупреждение. Стойте. У меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Надеюсь на ваше идеальное поведение во время контрольной. Можете начинать. Так. Я все это знаю. Я ничего не знаю. Может, притвориться, что у меня сердечный приступ? Не, глупо. Крис. Никаких разговоров. Простите. Эй, Мэдисон. Чего тебе? Я дам тебе батончик, если ты мне поможешь. Ты знаешь, что я люблю сладкое. Окей. Держи. Класс. И как я раньше не догадался. Ответы. Ты не это ищешь. Да, именно это я и искал. Эй. Если ты хочешь это, поделись ответами. Я уже тебе помогла. Какой ты надоедливый. Лови. Серьезно. Этому место в мусорке. Это все она. А вот и нет. А вот и да. Неа. Какой ты врун. Я преподаю у овощей. Мне почитать сегодня удастся. Попробуем еще раз. Эй. Эй. Ну что еще? Видишь этот батончик? А вот этот? Ладно. Договорились. Хм. Как бы это сделать? Ага. Точно. Придумала. Открою тетрадь и приклею полоску скотча сверху и до самого низа. Покрою так всю страницу. Дальше возьму губку и разрежу ее на маленькие кусочки. Приклею один кусочек на маркер. Теперь у нас есть удобный ластик, чтобы стереть все записи. Никто даже не узнает. Эй. Тебе нужны ответы. Смотри сюда. Что ты делаешь? Сейчас увидишь. Вуаля. Класс. Спасибо. Я бы сам никогда не догадался. Что там у вас происходит? О. Ничего такого. Видите? Должно быть показалось. Пронесло. Эй. Давай сюда батончики. С тобой приятно иметь дело. Крутая тренировка, ребята. О. Без шлема лучше. Стоп. Походу мне нужна какая-то тетрадка. Супер. О. И еще та штука, которой пишут. Эм. Ручка. Точно. Нет. Под столом ничего нет. Что же мне делать? Эй. Умная девчонка. Привет. Ты это мне? Ага. Можешь одолжить ручку? Ладно. Думаю, у меня есть запасная. Вот это. Класс. Спасибо. О нет. Она сломалась. Эй. Умная девчонка. Ручка бракованная. У тебя есть другая? Девчонка. Только будь аккуратнее. Девчонка. Вау. Две подряд. Ты не поверишь. Держи. Вот. Возьми эту. Надеюсь, она сохранила от них чек. Умная девчонка. Это моя последняя ручка. Окей, ладно. Минутку. Коробочка от сока может мне пригодиться. Как насчет этой трубочки? Это сработает. Разберите ручку. Нанесите немного клея на самый низ стержня. Вот так. Теперь возьмите трубочку и вставьте в нее стержень до конца. Там, где клей. Ручки-трубочки? Такие никто не захочет одолжить. Вау, как круто получилось. У тебя нет ручки. Это трубочки, прости. Ладно. Эй, чувак, у тебя есть ручка? Да, я могу наконец заняться делом. Тема сегодняшнего урока – поп-ит единорог. Уууу, кто последний, тот лузер. Я победил. Да, я победила. Бей-бей. Готова. Умоляю, я готова с рождения. Это будет просто. Я обязана победить. Быстрее, давай. Ой, я одержу легкую победу. Готовься проиграть. Ха, да, конечно. Еще чуть-чуть. Эм, истинное искусство исходит от… А, забудьте. Нельзя останавливаться. Мои карандаши. Я не могу этим рисовать. Эти закончились. Эти тоже не годятся. Что она делает? Последний участок. Боже, осталось только это. И я победила. Мне нужны еще карандаши. Как там у него дела? Тише едешь, дальше будешь. Нельзя, чтобы он победил. Но у меня закончились карандаши. Стоп. У нее больше нет карандашей? Я об этом пожалею. Дай-ка взглянуть. Наверняка что-то можно сделать. Точно. У меня отличная идея. Эта трубочка мне пригодится. Возьмите соломинку и вставьте в нее кончик карандаша. И с другого конца тоже. Теперь у вас есть карандаш, которым можно рисовать. Легкая победа мне не нужна. Держи, это тебе. Карандаши? Значит, я смогу закончить рисунок? Спасибо. Пожалуйста. Погоди. На счет три, два, один. Погнали. Смотрится прекрасно брови. Само совершенство. Немного помады. Хорошо, что есть время для макияжа. Обожаю уроки творчества. Я выгляжу как настоящий шедевр. А вот рисунок Дэвида не очень. Надо закончить с макияжем. Сделаю крылатую подводку. Могло быть и лучшее. Попробуем еще раз. А, я не это хотела сделать. Почему это так трудно? Что ты делаешь? Снимаю ленту с моего рисунка. Это классный творческий метод. Смотрится круто, правда? Да, это подало мне идею. Надо только немного скотча. Ага, этого достаточно. Я буду выглядеть изумительно. Нанесу скотч под носом и загну вот так. Затем добавлю еще в уголках глаз. Знаю, выглядит странно, но доверьтесь мне. Наносим подводку для глаз. Скотч играет роль трафарета. Снимаем ленту и вуаля, чудесная крылатая подводка. Ага, впечатляет, да? Все так просто. Эй, Дэвид, посмотри. Вау, вот это мой подарок. О, спасибо. Это так скучно. Нужно столько всего сделать. Может, отдохну немного? Хоть немного веселья, чтобы скрасить скупу. Поставлю айпад вот тут. Ой, нужно чем-то подпереть. Так не получится. Ну, давай же. Это уже раздражает. Думаю, я знаю, как все исправить. Не подглядывать. Минуточку. Вот так-то лучше. Вышла отличная подставка. Это намного круче, чем учеба. Раскрою папку вот так и нанесу клей по краям. Нужно, чтобы все примерно совпадало по размерам с айпадом. Берем полоски ткани и прижимаем их к клею, чтобы они хорошо держались. Теперь просто продеваем в них айпад. Прекрасно. Он закреплен. Очень умно, правда? Обожаю этот канал. Дэвид, что тут творится? О, надо это спрятать. Ммм, так интересно. Кажется, все в порядке. Молодец. Продолжай в том же духе. Конечно. На чем я остановился? На чего смешно. Вот результаты теста. Я знаю, у меня пятерка. Что такое двойка? Ух ты, пятерка. Вау, я умнее, чем ботаничка. Круто. О, не грусти. Я все исправлю, верю мне. Вырезаем плохую отметку. У тебя, правда, двойка. Прости, я не хотел. Окей, теперь заменяем пятеркой. Скрепляем куски бумаги ленты корректором. Что ты делаешь? Скоро увидишь. Окей, готово. Держи. Что? Постой. Я опять самая умная. Спасибо, Дэвид. Это так классно, погоди. Это и не мой лист с контрольной. Я знаю. Похоже, у меня опять пятерка. А это значит, я не очень умный, да? Да уж. Наливаем в миску немного молока. И добавляем копейки пищевых красителей. Красный, а теперь синий. И, конечно, нельзя забыть про желтый. Теперь мне нужна ватная палочка. Коснемся палочкой молока. Получилось, оно двигается. Я могу направить его в любую сторону. Пора смешать все цвета. Ммм, что-то мне скучно. Чем бы таким заняться? Точно, пора порисовать. Начну с этой оранжевой краски. Рисовать это так весело. В творчестве нет места скуки. Надо соблюдать водный баланс. О нет, о чем я думала? У меня все пальцы в краске. Блин, какой кошмар. И что мне теперь делать? Весь стакан тоже в краске. Хмм, стойте. Я гений. Так, начнем с чистого стакана и краски на кончике пальца. Этого будет достаточно. Теперь нарисуем волнистую линию в верхней части. Отлично. Добавлю еще. Подкрашу немного маркером под отпечатками краски. Готово. Уи, как мило. Кажется, будто стакан обернут гирляндой. Он определенно красивее, чем был раньше. Поверить не могу, что я такое придумала. Пора добавить еще немного сока. Вот это я понимаю. Хмм, это определенный микроскоп. Сосредоточьтесь, это важная работа. Это мне больше не нужно. Дай посмотреть. А, окей. Пора обратиться за помощью. И чтоб я делала без телефона. Глазом не верю. Ахм. Давай сюда телефон. Ну, ладно, держите. Какой строгий. Стоп. Ты что, знаешь все ответы? Конечно нет. Я тоже списываю. Видишь? У меня фальшивая рука. Гениально. У тебя наверняка пятерка по списыванию. О, вы только посмотрите. Он такой милашка. Это я возьму себе. Эй, отдай. Ни за что. Но она моя. Дай сюда. О-оу. Смотри, что ты наделала. Ты все испортила. Мне так жаль. Я обиделась. Может, я смогу все исправить? Только мне понадобится тетрадь. Эй, Дженнифер. Смотри. Я могу превратить эти примеры в кое-что миленькое. Начнем их решать. Все очень просто. Вот так. И все? Неа. Что? Теперь немного изменим ответы. Превратим цифры в буквы. Чтобы получилось любовное послание. Теперь все готово. Что скажешь? Я тебя люблю. О-о-о-о. Прости. Глупая вышла шутка. Мир? Конечно. А-а-а. Итак, начинаем контрольную. Хорошо, что я все выучила. Эх, не стоило играть весь вечер. Ну и попал же я. Эй. Можешь мне помочь? Хорошо. Ответ на первую — 52. На вторую — 65. Что там за шепот? Опять списывает? Тссс. Меня не обманешь. Попробуем другой способ. Можно обойтись без слов. Упс. Упс. Прекратите или оба получите двойки. А, как же быть? Минуточку. Вот оно, решение. Пссс. Смотри на мои руки. Разные точки на парте означают буквы. Понял. Окей, какой ответ на первую? А, а на вторую? Что там у вас происходит? Просто захотелось подвигаться. Эм, ну ладно. У самого такое бывает. Мы такие крутые. Иди сюда. Тебе понравится. Я здесь. Ладно, смотри. Ого, да это радуга. Круто. Ох, красивый цвет. Начну с него. Нанесу эту краску на большую кисть. Затем синий. А потом зеленый и желтый. И потом голубой. Раскрасим всю кисточку в радужные цвета. И перенесем цвета на бумагу. О, да, получилось. Смотрите, какая радуга. Идеально. Вот так. Готово. Иии, обожаю радугу. А, почему эти радуги такие сложные? Столько работы. Ты уже закончила? О, подумаешь. Тоже мне. Секундочку. Вот в чем секрет. Дай сюда. Эй, ты чего? Это мое. Отдай. Не смей воровать мою кисточку. О, нет. Как высоко. Что происходит? Какое-то волшебство. Ого, это красивый дискошар. Смотри, как сияет. Потанцуем. Ууу. Лайфхаки с радугой лучшие. Эти два одинорога решили пожениться сегодня. Я люблю тебя. Боже, это так трогательно. Если нет возражений, то вы можете обменяться кольцами. Кольцо? Точно. О, боже. Где оно? Я уверен, оно было в кармане. Эй, у меня тут ЧП. Я потерял кольцо. Что происходит? Ага. Ох, боже. У него нет кольца. Постой, я что-нибудь придумаю. Моя мечта о свадьбе разрушена. Должно же быть хоть что-то. Мои бусы. Дай мне секунду. У меня есть бусины и выпрямитель. Я оберну горячие части выпрямителя бумагой. Теперь выложу бусины в радужную линию и сожму. Вот так. Бусины начинают плавиться. Отлично. А теперь их можно свернуть в кольцо. Красивые получились кольца. Надену их на пальцы. Вот так. Отлично вышло. Идеально подходит. Я просто гений. А теперь спасем свадьбу. Псс. На, держи. Да, поймал. Ого, радужное кольцо. Отлично. Ну вот, я нашел кольцо для тебя. Давай надену. Я же говорил, что не подведу. Ну вот, теперь вы женаты. Свадебная вечеринка. Классная музыка. Этот урок такой скучный. Я проголодался. Эй, это классика юмора. Мэдисон, не отвлекайся. Особенно, когда я шучу. Я кое-что придумал как раз для такой ситуации. О, здрасте, сэр. Отличный урок. Что это? Как здорово. И как я раньше не знала об этом. Ты выглядишь так смешно. Ненавижу этот урок. Этот свет тебе идет. Мне нравится. Доброе утро, класс. Воу. Нет. Эпично. Может, никто не заметил? Мои бесценные контрольные. За что? Так неловко. Только взгляните, какой беспорядок. Мир так жесток. О, мне пригодятся эти скрепки. Именно то, что нужно. Скреплю все бумаги вместе. А затем надпишу зажимы. Так будет сразу видно, какие бумаги к чему относятся. Надо было раньше додуматься. Посмотрите. Великолепно. Приступим к тесту. Ну, теперь не до смеха. Эй, поосторожнее. Пожалуйста, Мэдисон. Упс. Сейчас я все исправлю. С помощью этого чудесного зажима прикрепим его к краю стола. Нужно еще несколько. Теперь проденем туда ручки. Вот так. Воу. Впечатляет. Так умно придумано. Можешь же взять, Лео. Спасибо. Так трудно. Мне надо было больше заниматься. Мэдисон. Мэдисон. Привет. Привет, Дэвид. О, боже. Наконец-то. Это для тебя. Ты такой романтик. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Я так счастлива. Эй, приятель. О, у него мои усы. О, тю-тю. Жизнь прекрасна. Эй, Ку-ку. Ты здесь? Можно одолжить ручку? О, ну да. Конечно. Держи. Постойте. Я не могу дать ему изгрызенную ручку. Сейчас найду другую. Вау. Мне надо кончать грызть ручки. Привет, Дэвид. Привет, Эмма. Можешь взять мою ручку. Подожди минутку. Окей? Поверить не могу. Куда Эмма лезет? Нужно действовать быстро. Выглядит неплохо. Я сейчас. Должна же где-то быть ручка. И все? О, мне может помочь лак для ногтей. Думаю, это сработает. Для начала разберем ручку. Теперь отрежем кончик. Нанесем на кончик каплю клея. А затем возьмем лак для ногтей. Поместим кончик стержня в бутылочку и добавим клея. Дадим клею застыть, а потом наденем наконечник ручки. Должно получиться. И вуаля, ручка с блестками. Ух, как стильно. Бутылочку можно закрыть. Гораздо интереснее обычные ручки. Вот, держи. Ох, мы прикоснулись друг к другу. Теперь я могу работать. Это лучший день в моей жизни. Такая хорошая ручка. Спасибо. Да, получилось. Ты такой красивый. В смысле, твой почерк. Красивый почерк. О боже, я так нервничаю из-за конкурса танцев. Эй, у нас мало времени. Кто следующий? Выходи на сцену. Ты справишься, я точно знаю. Удачи. Ладно, я готова. Сделаем это. Ну вот, я танцую. Я не застыл и не забываю движение. Ого, она молодец. Да, закончила. Надеюсь, ему понравилось. Отлично, молодец. Ты проходишь в финал. Хи-и-и, да. Поверить не могу, я прошла. Ты справилась. Я так и знала. Спасибо. Ладно, теперь я. Давай, все получится. Ладно, такое движение и такое, да. Яркий финал и тадам. Мне не понравилось. Вам лучше уйти. Она не прошла. О, нет. Эй, не плачь. Ты была супер. Ага, я ужасный танцор. Нет, не смей так думать. Ты попробуешь еще раз. Только нужно тебя переодеть. Эй, ну что, я думаю, теперь гораздо лучше. Но я теперь одета прямо как ты. Правильно. И нужно еще кое-что. Тебе нужно что-то сделать с волосами. О, поняла. Да, я согласна. Вначале голубой мелок. Его нужно намочить. Раскрасим им кончики волос. Ого, получается здорово. Спасибо тебе. Классно. Теперь у меня радуга в волосах. Ну что ж, теперь я готова к попытке номер два. Ого, вы посмотрите, как она танцует. А еще мне нравится ее образ. Ты проходишь в следующий тур. Да, я так рада. Спасибо большое. О боже, посмотри туда. Вот он. Он смотрит в нашу сторону. Привет. О, он даже не взглянул на меня. Она на меня смотрит? Нет? Хорошо. Так, у меня есть идея. Иди сюда, послушай, вот мой план. Ого, да, давай. Мне нравится. Возьмем пластиковую формочку сердечка. Нальем туда красного. Потом сверху светло-розового. Классно смотрится. А теперь желтый. И снова светло-розовый. Почему бы не добавить голубой? Мне нравится. Еще один светлый слой, а затем изумрудный. Теперь формочка заполнена. Пусть застынет. Теперь нам понадобится тарелка. Перевернем форму. И достанем сердечко. Смотрите, какие получились слои. Очень красиво. Ладно, у меня есть сердечко. Я так нервничаю. Так, я должен сделать первый шаг. Ага, я так нервничаю. Нет, не убегай. Привет, это для тебя. Не может быть. Ты тоже сделала для меня сердечко. О, я так рада, что у них все сложилось. Как делишки? О, новая прическа. Мне очень нравится твой новый стиль. Ага, что она там делает? Эй, смотри, у меня новый скейтборд. Что такое? Теперь он смотрит на нее, а не на меня. Время для радужной магии. Да, спасибо, я сама его украсила. О, о, что произошло? Да, сработало. Интерес у него пропал. А, это все она. Бросаешь мне вызов? Я тебе покажу. Я разукрашу свой скейт еще лучше, чем прежде. Начнем с красного. Но будут еще цвета. Да, классно выглядит. Можно кое-что еще. Нанесем пену для бритья. Будет очень здорово. Достаточно. Теперь черная краска. Я покрою весь скейт черной краской. Теперь пора смыть пену. Вода всю ее унесет. Вот, теперь чисто. Скейтборд готов. Эй, заоцени мой скейтборд. Да ладно, как ты это сделала? Пока. Классная доска. Я тоже такую хочу. Подождите, это сейчас в моде? Ух ты, моей бабушке бы такое понравилось. Как сложно сделать выбор. О вкусах не спорят. Посмотри на нее. Ого, простите. Я и сама своего рода модница. Что? Я хочу, чтобы вы разработали дизайн платья. Кто знает, возможно, его я буду носить на подиумах Парижа. О, мне нравится этот челлендж. У меня большие планы. Хм, я не знаю, что делать. Ну, нельзя терять время. О, да, выглядит неплохо. Я изменю мир моды. Это, это ужасно. Я даже не знаю, как это произошло. Это все неправильно. О, шикарно. Мне надо настроиться на нужный лад. О, неосторожно. Я должна думать, как платье. О, неосторожно. Будь платьем. Хм, интересно. Кажется, у меня есть идея. Стоит попробовать. Мне нужно еще кое-что. Но что? Я знаю. Сейчас вернусь. Большой кувшик яблочного сока. Это как раз то, что мне нужно. Мне нужно раскрыть салфетку. Зачем я начну складывать ее вверху? Я хочу сделать складки. Это просто. Это должно быть похоже на веер. Теперь я могу наклеить салфетку на свой рисунок. Мне нужен клей. Этого достаточно. Затем я слегка надавлю. Так элегантно. Так шикарно. Но немного простовато. Я хочу, чтобы мое платье победило. Я возьму кисть и нарисую точки. Это классический узор. Я буду использовать разные цвета. Это платье произведет курорт. Я нарисую точки вот здесь. Это будет так уникально. Ух ты. Мне нравится. Это прекрасно. Не могу дождаться, чтобы показать платье директрисе. Я ужасно хочу есть. Вау. Посмотрите на рисунок Энни. Как красиво. Что мне делать? Подождите. Есть кусочными ягодами. Я хочу их. Я это заберу. Идеальное преступление. Они выглядят так аппетитно. Сейчас я все съем. А можно мне одну? Нет, нет. Это все мое. Какая ты злая. Ну и ладно. Ой, я такая неловкая. Нужно все убрать. Это карма. Подождите. Может мне это пригодится. Я знаю, что делать. Это платье будет просто роскошным. Я разложу малину вот так. Затем можно добавить чернику. Какая замечательная идея. Матушка природа гордилась бы мной. Я рада, что не съела все ягоды. А то бы мне не хватило на платье. Я хочу, чтобы оно было длинным и струящимся. Нужно только добавить еще немного черники. Ух ты, потрясающе. Оно готово для подиума. Прием. О, вы уже закончили? Надеюсь, вам понравится. Какое аппетитное платье. Я согласна. Я уже представляю вас в нем. Не подлизывайся. Оба платья превосходные, так что вы... Обе победили. Поздравляю. Да, положи вот туда. Инни, где она? О, я должна была догадаться. Я все объясню. Угощайся. Только не говори, дирекция. Здравствуйте, дети. Готовы к нашему уроку? Сперва обычный пластик. Берем ножницы и режем. Да, да. Теперь это полоски. Пригладим их тряпочкой. Поздоровайтесь с нашим гостем. Теперь самое веселое. Готовы? Магия. Так, так. Та-да. Спасибо, спасибо. Я здесь до конца недели. Что? Где это я? Это был просто сон. Еще один скучный день в школе. Что это? Мои гораздо лучше. Ого, глазам не верю. Какие классные. А мои ногти... Совсем некрасивые. Фу. Что это вообще такое? Мои ногти? Они не такие уж и страшные. Ммм, что это они делают? Отсуждают ногти? Девчонки. Гадость. Эй, пссс. Посмотри-ка вокруг себя. Я? Да, взгляни на свои вещи. А? Ничто из этого мне не поможет. Не понимаю. Правда? А как насчет этого? Ага. Теперь я поняла, о чем вы. Клеевая ручка. Но что мне с ней делать? Включи голову. Ммм, клеевая ручка. Дайте подумать. Ага, я поняла. Классная идея. Вначале нужно подготовить форму ногтей. Сверху я плотно прижму бумажку. И обвину ноготь. Выглядит неплохо. Теперь дорисую нужную форму. И закрашу ее клеевой ручкой. Немного согну ноготь. Вот и все. Модный накладный ноготь готов. Или, вернее, ногти. Та-дам! Прекрасные ногти. О, а что ты теперь скажешь о моих ногтях? Что? Вау, они классные. Ура! Спасибо, мистер. Я знал, что ты справишься. О, кстати, мне тоже нужно сделать маникюр. У учителей свои хитрости. Зацените эту помаду, девочки. О, боже, тебе так повезло. Я знаю, она самая лучшая. Мои губы будут смотреться так круто. Девочки, куда вы делись? Серьезно? Просто дышим. Упс. Этот цвет вам идет. Хорошая попытка, но ты знаешь правила. Никакого макияжа. Ну, может, мы и договоримся? Похоже, это значит нет. Надо посмотреть, как я выгляжу. О, нет, я без макияжа. Но у меня всегда есть кое-что. Секретный запас макияжа для экстренных случаев. Я это возьму. Никакого макияжа. Так нечестно. Это просто отстой. Какой во всем смысл, если я не могу блистать? Жизнь так пустая без косметики. Постойте, я знаю. Использую эту замазку. Как раз то, что мне нужно. Для начала выльем всю жидкость. Например, в это блюдце. Позже еще пригодится. Теперь нужно вымыть бутылочку. Затем возьмем любимый блеск для губ. Можно использовать пипетку, чтобы извлечь его из тюбика. Это облегчит задачу. И ничего не испачкается. Итак, переливаем блеск в бутылочку из-под замазки. Наполню ее целиком. Вот так, достаточно. И закроем крышку. Я такая умная. И мои губы будут потрясающими. О, да. Какое классное чувство. Мне так этого не хватало. Что ты делаешь? Вау, мне тоже нужно. Возьми эту. Ну, окей, девочки. В очередь. Спасибо, Эси. Дай мне, дай мне. Ты супер. Вау. Приятно иметь с вами дело. Мне так скучно. Нужно вздремнуть. О, стоп. Я все еще в классе. Время вышло. Сдавайте свои работы. Я не закончил. Я точно не сдам тест. Думаю, будет очередная двойка. Да, да. Как-то так. Давайте быстрее. Хорошо. Теперь нужно проставить оценку. Едва держу глаза открытыми. Я с этим закончила. Так весело. А, так есть хочется. Я что-нибудь закажу. Алло. Можно мне сделать заказ? О, какая быстрая доставка. Ммм, настоящий пир. И все это мое. Еще хочу еще. О, боже. До чего здорово. Весь день готово есть. Такое жирное и так пачкается. Обожаю. А, было просто классно. Упс. Плохо дело. Нужно все убрать. Может, они не заметят? О, у меня есть идея. Сперва вырежем секцию блокнота. Теперь возьму клеевой пистолет. Нанесу клей на блокнот. И приделаю кусок зеленого фетра. Разглажу его, чтобы не было складок. Теперь добавим еще белый и красный фетр. Но это еще не все. Приклею сверху маленькие кусочки черного фетра, расположив их в форме арки. Выглядит отлично. Готово. Получился арбуз. Гораздо интереснее скучного блокнота. Здесь пахнет гамбургерами? Окей, класс, внимание. Вот ваши отметки за тест. Очень плохо, Алекс. Держи. О, это не мой блокнот. Что происходит? Чшш, это наш секрет. Постойте. Эй, это круто. Спасибо. Отлично. Итак, ребята. Обожаю уроки рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Эм, получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. А, для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау. Смотрится круто. Отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо. Ничего сложного. Четверка. Как всегда, прекрасно, Луна. Пять с плюсом. Ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Но почему так сложно? Ничего не выходит. Нет, так не пойдет. Кажется, никто не видит. Так намного легче. Так ты ничего не учишь, Шерил. Можно мне в туалет? Иди, но только быстро. Мне точно не сдать этот тест. О, выпью водички. Нужно отдохнуть немного. Нужно придумать, что делать. Минуту. Кажется, я знаю. Это бесполезно. Отличная идея. Напишу цифры на стакане. И надену на него другой стакан. Нарисую знаки сложения и вычитания вот так. Проделаю тоже с другими стаканами. Теперь нужно лишь повернуть их, чтобы узнать ответ. Да, круто. Раньше я бы не справилась. А теперь легче легкого. Скоро придется использовать пальцы ног. Может, стоит помочь, Луня? Эй, не отчаивайся. Вот, держи. Ого, спасибо. Постой. Что ты делаешь? Я пыталась. Я пыталась. Ничего не понимаю. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну все, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Хм, есть идея. Я знаю, как говорить с Кивином, не раздражая Шерил. Сперва наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесем немного клея. Этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи. Это тебе. Здорово. Мне надо ответить. Чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице, мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда. Мисс, посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я ее видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Когда у меня есть свободная минутка, я всегда подправляю макияж. Ох. Ладно. Все равно оно было неудобное. Возьму лучше вот эта маленькая. Его-то учитель не заметит. Бетти. И когда же ты исправишься? Наверное, никогда. И вы тоже. Еще одно в коллекцию. Хорошо выгляжу. Так не честно. Но в эту игру могут играть двое. Упс. Он заметил? Эй. Никаких телефонов. Дай его сюда. Это просто издевательство. И что мне теперь делать? Придумала. Вот что мне поможет. Возьмите маленький блокнот. И вставьте в него мини-зеркальце. Вот так. Отлепим это. И приклеим к бумаге. Лучше расположить его по центру. Ура. Я гений. Так. Макияж в порядке. Все отлично. Смотри у меня, Бетти. А в чем дело? Блокнотом ведь можно пользоваться? Ну, предположим. Фуф. Пронесло. Все-таки я хитрее. Какие школьные лайфхаки вы используете? Напишите в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы увидеть еще больше классных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, она такая красивая. Посмотрим, получится ли у меня впечатлить ее своими талантами. Начнем с синей краски. Но мне понадобятся и другие цвета. Надо полностью закрасить это сердечко розовым. Готово. Увидев эту картину, она все поймет. Интересно, ей понравится? Ты сделал это для меня? Ааа, убери это отсюда. Ой, нет, такая реакция мне ни к чему. Да, это никуда не годится. Стоп, что? О нет, у меня все руки в краске. Этот день начался совсем не так, как я думал. Надо бы смыть краску, пока я все вокруг не испачкал. Без мыла тут точно не обойтись. Секундочку. Ого, смотрите. Пена окрасилась всеми цветами. Пора исправлять ошибки. Берем миску с водой и средства для мытья посуды. И, конечно, добавляем немного краски. Пора смешать все вместе палочка от мороженого. Вот так смесь начинает пениться. Но мне нужно больше пузырьков. Время вдохнуть немного воздуха через трубочку. Ого, смотрите, какие пузыри. Все больше и больше. Так, пока трубочка. Теперь кладем бумагу на пузырьки. Прямо вот так. Вау, пузырьки переместились на бумагу. Привет, это открытка для тебя. Ты сделал это для меня? Вау, мне нравится. Какая красота, боже. Проводишь меня на урок? Сработало. Что ж, надо подготовиться к уроку. Вау, это так круто. Хм, какую прическу выбрать? Нет, зеленые волосы не подойдут. Кажется, я знаю. Выберем номер три. Что это такое? Отпусти, это мое. Я хочу посмотреть. Что случилось? Наконец-то вы здесь. Добро пожаловать на творческий челлендж. Пожалуй, надо браться за дело. Тема первого раунда. Барабанная дрожь. Радуга. Ух ты, я люблю радугу. Ладно, почему бы и нет. Мне нужно достать кое-что из сумки. О, я тоже проверю сумку. Что тут у нас? Это твоя сумка. Ага, это пригодится для рисунка. Эй, я и забыла про это. Мм, до сих пор классно пахнет. Да ты издеваешься. Меня сейчас тошнит. Ах, я понарошку. Мне просто нужен маркер. Инкруссированный бриллиантами, конечно же. О, откуда это взялось? Мм, у меня появилась идея. Эй, Кэндл. Убери это от меня. О, какая гадость. Окей, для начала сложим бумагу. И поставим сверху стакан из-под карандашей. Обведем его, чтобы нарисовать круг. Теперь нарисуем в круге личика. Начнем с глаз. Нарисуем рот поверх линии сгиба. Какая чудесная улыбка. А сейчас полностью раскроем лист бумаги. Используем это в качестве линейки. И дорисуем наше лицо. А сейчас время добавить красок. Я хочу, чтобы вышло как можно ярче. Нарисуем во рту радугу. Теперь можно опять сложить листок. Выглядит так прикольно. Зацените. Реально круто, а? Вау, у меня нет слов. А брить еще даже не начинала. Здесь должно быть что-то подходящее. О, я нашла свои старые мелки. Они мне точно помогут. Только возьму свой верный молоток. Вот, я быстро сделала трафарет в форме бабочки. Помещу его на кусок черного картона. А теперь положу сверху мелкие. И начинаю крошить. О, да. Это так приятно. Отличное лекарство против стресса. Хорошо, можно убрать трафарет. Получилась изумительная бабочка. Отличная работа, девочки. Мы знаем. Так трудно выбрать. Но победила Бритни. Правда? Вау, спасибо. Это не честно. Не грусти, мне понравился твой рисунок. Сегодня особый день. Мне нужно выглядеть на все сто. Я делаю все это для тебя. Мое сердце замирает, когда я вижу тебя. Я хочу быть с тобой всегда. О, чуть не забыл. Надеюсь, Габи понравится. Все должно быть идеально. Привет, Джастин. Что ты делаешь? Нет, открытка для Габи. Фух, успел. Я иду! Ты видел? Видел? О, газировка. Это как раз то, что мне нужно. Хватит баловаться. Бла! Пузырьки. Осторожнее. Я уже начал волноваться. Бип-бип. Нет, Алекс. Смотри, что ты наделал. Открытка испорчена. Ты на этот раз. Ты зашел слишком далеко. Я скоро стану единственным ребенком в семье. Давай рисовать, Джастин. Подожди. Это день рождения Габи, и я все предусмотрел. Она заслуживает самого лучшего. Но ты разрушил все мои планы. Ааа, девчонки противные. Убирайся отсюда. Я серьезно. Нет, сам убирайся. Алекс, я не шучу. Подожди. Я могу все исправить. Пришло время использовать свои удивительные художественные способности. Начну с того, что нарисую сердечко. А затем добавлю спираль в центре. И еще добавлю несколько линий. Затем я превращу его в розу. Это будут листья. И, наконец, я нарисую стебель. Хм, я нарисую еще один лист прямо здесь. Готово. Нужно показать рисунок Джастину. Подожди, положи подушку. Я приготовил это для тебя. То есть для Габи. Это... Это идеально. Ты гений. Ю-ху. Я всех спас. Я супергерой. Я покажу это Габи. С днем рождения. Это для меня? Вот это да. Какая прелесть, Джастин. Спасибо. О, ты этого достойна, Габи. Домашку почти доделала. Рисунок получится замечательный. Правда? Покажешь? Нет, я еще не закончила. Наберись терпения. Готово. И... И красиво получилось. Что скажешь? О, это... А что это? Картошка? Погоди. А если прищуриться? А, теперь поняла. Это уточка. Что? Нет. Конечно, нет. Надо рассмотреть получше. Хорошенько. А, ну это же очевидно. Это лимон, да? Нет, это не лимон. Да, боялась, что ты это скажешь. Хм, сложновато. Что я упускаю? Ты издеваешься? Ну, разумеется, это банан. А знаешь, забудь. Прости, крошка. Так что это? Это Пикачу. Да? Плохо дело. О, интересно, что у меня? Двойка. О, уже некуда. Она так расстроится. Думаю, я могу все исправить. Положим Пикачу вот сюда. Хм, надо подточить этот карандаш. Кстати, надо бы купить точилку. Ага, другое дело. Возьмем другой карандаш. И оберну вокруг них резинку. То же самое с другого конца. А теперь обводим картинку. Просто следуем линиям. Второй карандаш переведет рисунок на чистый лист бумаги. Так рисовать куда проще, чем от руки. Готово. Выглядит неплохо. Это нам больше не нужно. Осталось добавить немного цвета. Что скажешь, Ава? Ого, идеально. Спасибо, мам. Пора собираться в школу. Не хочу опаздывать. Хорошего дня, милая. Принеси домой пятерку. О, нет. Ава, стой. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...